Спасибо большое. Спасибо, Светлана Анатольевна, Татьяна Юрьевна, за приглашение выступить на этой конференции. И я хочу... Так, а как переключать? Так, ну, с Михаила Владыча портрета, и вот те, кто его не знал, вот тот хаос, как бы, так сказать, у него царил на столе, так сказать, он вызывал отрыв, так сказать, у всех, кто приходил в его кабинет, потому что такие стопки бумаг были не только на столе, но и на полу, и на стульях. Но при этом, так сказать, это совсем не хаос, он с легкостью доставал необходимую бумагу из этой стопки. И, в общем, конечно, это, я считаю, что посчастливилось работать, с ним учиться у него. Это великий, именно великий доктор, мудрейший человек и невероятно порядочный человек, что, так сказать, на самом деле очень важно. Ну, вот Михаил Владимирович был одним из тех, кто формулировал принципы лекарственного лечения. Эти принципы все мы хорошо знаем и до сих пор исповедуем. Это подведение максимально дозы в минимальный промежуток времени с минимальными интервалами, доза эффекта, что снижение дозы на 20% снижает эффективность терапии на 50%. Снижение дозы и перерыва терапии является причиной резистентности. Это было чрезвычайно важно, потому что сделало многие опухоли излечимыми. Вот то, что говорила Ирина Владимировна, лимфомы Ходжкина, и Ходжкинские лимфомы, герминогенные опухоли, опухоли у детей, излечимые гематологические опухоли. Но что касается диссеминированных солидных опухолей, здесь мы видим, что практически, да, мы добились выраженных лечебных эффектов. Да, мы увеличиваем время до прогрессирования. Но выживаемость растет не так, как у детей, не так растет, как у гемопластоза. Вообще, существует ли принципиальная возможность излечения диссеминированных солидных опухолей? Да, но она бесконечно приближается к нулю. Анализ больших массивов пациентов, получавших системное лечение с солидными опухолей, показал, что примерно 0,6% больных с диссеминированным, например, колоректальным раком могут считаться излеченными. То есть такая возможность существует. Я думаю, что у человека, который работает в онкологии больше 15 лет, есть такие случаи, когда больные длительное время живут с полным регрессом, несмотря на то, что имели диссеминированный процесс. Почему мы не можем вылечить солидные опухоли диссеминированные или сделать их хроническим заболеванием с длительной выживаемостью? На мой взгляд, очень важная концепция, которая объясняет, с моей точки зрения, то, что происходит. Это было предложено Петром Новылом. Это клональная эволюция опухолевых, пролиферация опухолевых клеток. То есть в процессе прогрессии опухоли происходит эволюция, они постоянно меняются, и это может быть причиной того, что мы не можем на сегодняшний день решить полностью проблему. Петер Нобелевский лауреат, он открыл филатурфийскую хромосому. Вот эта работа была опубликована в 1976 году. И хотя она вызвала, так сказать, несомненный интерес, но потом как-то к ней, так сказать, внимание потеряли. И вот вновь, так сказать, эту идею развивает в настоящее время Чарльз Вантон, наш современник, и я считаю, что один из самых ярких ученых нашего времени. И вот его изучение гетерогенности клеточной популяции и эволюция этой гетерогенности во времени и в пространстве, она чрезвычайно важна для понимания того, что мы с вами видим. Вот эта работа, на первый взгляд, невероятно простая, но чрезвычайно важная, потому что он просто взял больную с диссинированным раком почки, большая первичная опухоль. Он взял 8 кусочков опухоли из первичной опухоли из разных ее отделов, взял отдаленные метастазы. Оказалось, что в 70% случаев эти опухоли различались по спектру молекулярной, по молекулярному спектру. Это означает, что существует интертуморальная гетерогенность, интертуморальная и даже межклеточная. То есть клетки в одной опухоли, находящиеся рядом, в силу эволюционных процессов, могут отличаться между собой. В чем причина этого? Это объясняют формосомной нестабильностью, дублированием генома. И вот сейчас большое внимание уделяется системе АПОБЕГ, это цитидин для аминазии. То есть эта система существует, в принципе, для того, чтобы оказывать противовирусное действие в нормальных клетках. Однако при развитии опухоли эта система способствует активному мутагенезу и как раз тем значительным молекулярным изменениям в опухоли, которые и приводят к ее эволюции. На самом деле не все мутационные процессы эффективны с точки зрения опухоли. Часть из них оказывается тупиковыми, так как опухоль в процессе этих эволюционных изменений приобретает свойства, которые препятствуют ее преимуществам по сравнению с окружающими тканями. Они могут приобретать иммуногенность и элиминироваться иммунной системой или теряют свойства, обеспечивающие их пролиферацию. На сегодняшний день эволюционный процесс может быть считается линейным, может быть ветвистым и может быть пунктуативным. Так вот, оказывается, биология опухоли во многом зависит от того, какая, как происходит эволюция. Если она происходит линейно, то, как правило, опухоль протекает относительно индолентно, ограниченное число отдаленных метастазов, и она как бы угрозы для жизни редко представляет. Если вот такая ветвистая эволюция, то характеризуется олигометастатическим течением процесса и тоже, так сказать, довольно хорошо контролируется лекарственными препаратами и местным лечением. А вот пунктуативная, так сказать, эволюция, она чрезвычайно агрессивна. Опухоль при этом, она характеризуется ранней диссиминацией и очень активным агрессивным течением. На самом деле мы сейчас много и мало знаем о том, как происходит процесс метастазирования. Нам многое, на первый взгляд, очевидно, но биология этого процесса мало изучена. То есть клетки попадают в кровяное русло, при этом говорят, что происходит эпителиально-мезонхитемальная трансформация этих клеток, потому что кровяное русло для эпителиальных клеток губительно, так как там происходят турбулентные потоки крови, которые приводят к тому, что погибают эпителиальные клетки. Активное участие принимают тромбоциты в процессе метастазирования. И вот сейчас интересная публикация была недавно о том, что нейтрофила, оказывается, дирижирует процессом экстравазации опухолевых клеток. Вот нейтрофила имеет, оказывается, сеть, которая представлена нитями ДНК экстрацифлярными, которые окружены ферментами, которые в обычных условиях, так сказать, ферменты оказывают бактерицидное действие, а в условиях при опухолевом процессе они соединяются с соответствующими рецепторами на опухолевые клетки и таким образом способствуют, создают условия для экстравазации опухолевых клеток и метастатическому процессу. Более того, оказывается, что, так сказать, те вот идеи метастазирования, которые, так сказать, которые, ну, Верховым еще были сформулированы, о том, что вот возникает первичный опухоль, потом возникают метастазы в регионарном лимфатическом для первого уровня, второго уровня, потом попадают опухолевые клетки в кровь, она, так сказать, верна только для очень небольшой группы опухолей. А в подавляющем большинстве гематогенная диссеминация происходит параллельно с лимфогенной. Причем при этом тоже происходит эволюция. Метастазируют далеко не все клоны. Далеко не всегда, так сказать, оказывается эффективной, чтобы давать начало новым метастазам. И что интересно, метастазирование даже может проходить в первичную опухоль, так называемую self-seeding, и в метастазы, что, в общем, как бы, так сказать, мы до последнего времени не учитывали. И когда мы с вами говорим, так сказать, о метастатическом процессе и вспоминаем то, что мы с вами видим в практической деятельности, когда к нам приходит больная, которая, предположим, 2-3 года назад была оперирована по поводу рака молочной железы, что мы смотрим, когда принимаем решение о выборе терапии, какой у нее был рецепторный статус при первичной опухоли. И на основании первичной, так сказать, этого анализа мы говорим, что показана кому-то антихер-2 терапия, кому-то гормонотерапия, кому-то химиотерапия. Правильно ли это? Наверное, правильно, но далеко не всегда, потому что вот если мы говорим об эволюции и о специфике метастазирования, наверное, так это надо учитывать и делать чаще повторные биопсии, потому что мы будем более иметь полную информацию о том, что происходит. Как влияет лечение на гетерогенность опухоли? Понятно, что если мы говорим о том, что метастазируют далеко не все клоны, то есть удаление первичной опухоли гетерогенной, а метастазирует, так сказать, один какой-то клон, то, соответственно, так сказать, мы можем исключить влияние негативное от остальных клонов, а остается понятно, что тот клон, который обладает метастатическим потенциалом. Как влияет системное лечение? На самом деле очень существенно. И вот мне в свое время поразила вот эта публикация, которая говорит о том, что происходит в опухоли при однократном введении цисплотина. Мы нередко с вами говорим о том, что давайте попробуем вот эту схему, давайте введем, предположим, цисплотин, будет ли эффект или не будет. Так вот, однократное введение цисплотина сопровождается перетурбацией более чем в 300 генах, и при этом происходит более 270 мутаций у больных. Что это означает? О том, что все-таки надо очень серьезно относиться к выбору терапии, даже эмпирическому, и понимать, что это может иметь очень серьезные последствия, потому что вот такой шквал мутаций, интуцированный сильным мутагенным препаратом, алкелирующим цисплотином, он может, собственно, если будет неэффективным, решить судьбу больному. Вот пример того, что происходит в опухолях головного мозга при применении темозоламида. Желтые – это те мутации изначально, которые были в опухоли, а вот, так сказать, мутации, индуцированные темозоламидом. Темозоламид – мощнейший алкелирующий агент, мутаген. И вот видите, что происходит в опухоли, и как, так сказать, как она изменяется после применения так называемого лечебного препарата. Сейчас очень интересная, вот в этом году, публикация в журнале Science в мае месяце была, я им рекомендую посмотреть ее. Очень интересные данные о том, что защищаясь, так сказать, от внешнего стресса, а введение цитостатиков является стрессом для опухоли, тормозятся процессы пролиферативные в опухоли, но при этом запускаются каскады соответствующие, которые способствуют мутагенезу. И таким образом появление новых клонов, которые потенциально позволят этой опухоли выжить в условиях прессинга цитостатического. Что это говорит? Говорит о том, что использование вот тех принципов, которые мы с вами исповедуем, использование препаратов в максимально толерабельных дозах приводит к селективному давлению на гетерогенную клетчатую популяцию, сопровождается элиминацией чувствительных клонов, сохранением резистентных, и которые, так сказать, в конце концов решают судьбу больного. И лечение, приводящее к гибели чувствительных опухолей в клетках, может усиливать рост резистентных клонов с прогрессированием благодаря селекции соответствующих субклонов. Более того, оказалось, что вот химиотерапия, которая мы с вами, особенно неоадевантная, в данном случае речь идет о неоадевантной терапии по клетокселам, которая сейчас очень популярна при раке молочной железы, она может способствовать диссеминации опухоли в легкие. Вот это предклиническая модель, где было показано, что применение паклитоксела приводит к активизации, влиянию на микроокружение опухоли, активизацию макрофагов опухоли ассоциированных, которые способствуют интровазации опухолевых клеток, их диссеминации в легкие и появлению легочных метастазов. Блокирование этого процесса с помощью, в данном случае, ревостенива, оно предупреждает появление отдаленных метастазов. То есть не надо рассматривать наше лекарственное лечение как панацею, а в общем, в данном случае, видите, возможно даже стимуляции и диссеминации опухоли, эволюции опухоли. Это же касается и анти-GFA терапии, моноклональных антител, это касается и тагетной терапии. Вот, так сказать, классическая фотография больного, который получал, сбирав мутации, получал тагетную терапию, получен блестящий эффект, но в силу эволюционных процессов, которые происходят в опухоли, появляется резистентный клон, который обычно через 9 месяцев приводит, так сказать, к тому, что мы с вами видим. Теряется чувствительность и появляется резистентность. Это же касается и гормонотерапии. Мы все знаем, что она не излечивает, и она при наличии диссиминации только позволяет увеличить время до прогрессирования. Это касается, кстати, иммунотерапии, потому что элиминируются клоны всего гетерогенности иммуногенные, а остаются клоны опухолевые, которые обладают малой гетерогенностью, и, соответственно, они выживают в условиях вот этого иммунологического давления. Поэтому стандартная терапия, которую мы с вами используем, помимо терапевтического эффекта, дает и выраженные молекулярно-генетические изменения в опухоли, которые неизбежно приводят к потере чувствительности, в конце концов, и неконтролируемому росту. Вот что делать наших, так сказать, вероятно, нам надо что-то менять. И, конечно, появление иммунотерапии, появление открытия, сделанными этими выдающимися людьми, когда влияние оказывается препарат иммунологический не на опухолевые клетки, а на микроокружение, на иммунную систему, оно сделало революцию, несомненно. Вот эти эффекты потрясающие, которые были зарегистрированы при комбинации пилимумаба с неволумабом, при меланоме. Это эффекты, которые наблюдаются у больных с резистентной лимфомой Ходжкина, которые уже получали и высокодозную терапию с трансплантацией костного мозга. Вот это наша девочка, 19-летняя, которая задыхалась, но буквально после первого введения неволумаба, неволумаба отмечен выраженный, это лечебный эффект. А вот очень интересные данные, Евгений Малович сказал, что очень редко микросателитная нестабильность при раке животка, но тем не менее, вот у нас уже есть опыт применения неоадивантно, неволумаба у больных с микросателитной нестабильностью, 9 больных нашли. И у одного больного, оперировали мы пока только двух, у одного больного достигнут полный патологический регресс. Причем, так сказать, это, в общем, заслуживает внимания, мы сейчас готовим публикацию. Другая девочка, 36 лет, раком тела матки, синдром Линча, огромная опухоль, которая приводила к кишечной непроходимости, у нее была колостома, и с давлением мочеводящих путей нефростомы, вот эффект практически полностью уменьшилась, уменьшилась опухоль, и вот в настоящее время, думаем, так сказать, может быть, рассматривать возможности какие-то и локального хирургического лечения. Но при этом мы должны с вами прекрасно знаем, что иммунотерапия неэффективна у всех больных. То есть она позволяет действительно, вероятно, вылечивать небольшую группу больных, там от 10 до 20%, и далеко неэффективна при всех нозологиях. Поэтому сейчас активно обсуждается возможность комбинирования ее с химиотерапией, например. И вот те данные, которые были только что опубликованы в DCO, когда у больных с нейроэндокринной, у больного с нейроэндокринной опухолью после применения того же темозоламида, мы говорили, выраженные алкелирующие активности используются иммунологические препараты, и уже несмотря на то, что пройдено много, так сказать, линий, получается выраженный продолжительный эффект больше двух лет. Следующее, что предлагается, это высокодозная терапия. Как ни странно, мы с вами говорим, что максимально толерабельные дозы, они не решают проблемы, и нужно от них уходить. Но тем не менее, участие больных, небольшой, это пациенты с ВРК-мутацией, можно достигать выраженного лечебного эффекта, причем в данном случае вот это исследование наших израильских коллег, где представлены 20-летние результаты использования высокодозной терапии у пациентов с диссеминированной, в том числе, красной линией раком молочной железы. 20% живет 20 лет после высокодозной терапии. Это вот как раз те пациенты, у которых ВРК-мутация, и которые отличаются высокой чувствительностью к этому лечению. И вот такие же данные были в этом году представлены для высокодозной одевантной терапии, когда, вы знаете, что 90-е годы использовались высокодозная терапия с трансплантацией периферических стволовых клеток для пациентов рака молочной железы, у которых было 10 и более метастазов. Так вот, она оказалась эффективна только у триполнегативных пациентов, и вот, вероятно, эти как раз больные с ВРК ассоциированного рака молочной железы. Персонифицированная терапия. Вот эта мечта, так сказать, которая очень нравится всем больным и нам тоже нравится, когда мы не эмпирически выбираем терапию, а руководствуемся какими-то данными регулярно генетического исследования. Вот показатели эффективности использования ингибиторов тирозинкиназа разных у пациентов с опухолю слюной железы. Или же вот эта пациентка, которая у нас была с раком легкого, у которой была выявлена в ВРК мутация, которая характерна для меланомы, и была назначена терапия для меланомы, но получен выраженный лечебный эффект. Конечно, так сказать, это здорово, и это шаг вперед. Но при этом неизвестно ни одного случая излечения больных с помощью тагетной терапии. Рано или поздно опухоль все-таки, если она диссеминирована, она прогрессирует и появляется резистентность. кроме того, вот этот анализ был представлен в 2018 году, персонифицирована реальная терапия касается только 8% больных с солидными опухолями, и только у 4% из них она оказывается эффективной. То есть, это да, это шаг вперед серьезный, но тем не менее, так сказать, он полностью не решает проблему, потому что пока касается очень ограниченной группы больных. Интермитирующая терапия. Интересная идея, когда так называемые драг-холиды, когда используются перерывы в лечении, препараты назначаются с интервалом. Ну вот, это имеет очень хорошее предклиническое обоснование, когда гифетиниб у мышей вводится ежедневно или же раз в неделю. И вот зеленая кривая, это еженедельное однократное введение гифетиниба обеспечивает торможение больше, чем ежедневное. То же самое для появления мутации Т790Н замедляется частота и удлиняются сроки появления этой мутации, которая свидетельствует о резистентности. И имеются клинические данные о том, что вот это пациенты с меланомой, которые в силу высокой токсичности спирируемые получали терапию, берав ингибиторами, до прогрессирования составило 24-30 месяцев вместо 9 месяцев, которые которые мы видим обычно. Но к сожалению, не всегда это работает и пока трудно проводить исследования, хотя в этом направлении мысль работает. Дальше адаптивная терапия. Здесь более сложно, когда идет тетрование дозы в зависимости от того, что происходит в опухоле. И авторы этой идеи говорят, что противоопухолевая терапия должна быть такой же динамичной, как и опухолевая система. И доза применяемого препарата должна быть не максимально переносимой, а минимально необходимой. Ну вот это легко сказать, но трудно себе представить. И тем не менее, вот эта интересная работа, которая была сделана у пациентов раком почки, когда отбирались пациенты, у которых был достигнут регресс опухоли в течение 8 недель более 10%, и этим пациентам отменялся сонетиниб и повторно назначался, когда возобновлялся рост опухоли более чем на 10%. Так вот это позволило в два раза увеличить время до прогрессирования, которое у этой группы больных составило 22 месяца и по сравнению с 11 месяцев при обычном использовании. Применение у больных меланомы, доброфениба и трометиниба, то, что сейчас недавно было опубликовано, не показало такого эффекта, когда включались тоже пациенты, у которых была достигнута стабилизация заболевания после 8 недель, и части отменялось лечение рандомизированное, а часть продолжала получать в ежедневном режиме, и результаты у тех, у которых ежедневная терапия оказалась значительно лучше, поэтому считается, что, по крайней мере, у больных меланомой вот такой подход не целесообразен. Метрономная терапия, она всем очень нравится, и как бы в силу низкой токсичности и возможности амбулаторного лечения, и действительно обладает эффективностью поларкитальный рак и саркомы. Однако непонятен механизм действия, не изучены другие какие-то препараты, потому что используется в основном капистабин, который легко назначает, циклофосфамин, медотрексат, иринотыкан, но вот сейчас идут поиски, Вячеслав Андреевич учебенка занимается этим, других препаратов может быть удастся найти какие-то более интересные нетоксичные схемы. И очевидно то, что вот все-таки мы с вами идем, наверное, вот у меня такое ощущение не по тому пути. Мы пытаемся ретагетной терапии, бегаем, так сказать, и стремимся блокировать мутации, и все равно они появляются, все равно опухоль находит какие-то пути для того, чтобы преодолеть вот этот прессинг тагетных препаратов. Химиотерапия, она уже очевидна в том виде, в котором она есть, она не решает проблемы, потому что прогресс ограничивается месяцами, а мы не видим такого значительного увеличения продолжительности жизни больных. Поэтому поиск других мишеней, они могут быть совсем, так сказать, не противоопухолием. Вот кривые одевантного применения бета-блокатора у пациентов с меланомой, с высоким риском. Эффект, который сопоставим с одевантной терапией, да, так сказать, он требует подтверждения, но сама по себе это как бы proof of concept, то есть в этом что-то есть, и объясняют это блокированием симпатической активности в организме. Активность аспирина, который может вводить эффектом в больных спиатрике и мутации при раке толстой кишки. Никому это не интересно делать такие исследования, потому что понятно, что препараты стоят копейки, и замахнуться, так сказать, на такой проект, который требует большого числа больных, довольно сложно. Очень интересно, и сейчас вообще много литературы по микробиому, и мы-то считали всегда, что опухоль это стерильно, но оказалось, это не так. И первая работа, которая на меня поразила впечатление, это больных раком поджелудочной железы, у которых были выделены из первичной опухоли бактерии, которые метаболизируют гемцитабин, и метаболиты гемцитабина, и таким образом могут, так сказать, уменьшать противоопухолевый эффект препарата. Так вот, интерцеллюлярные и бактерии, которые существуют в микроокружении опухолем, выявлены и при многих опухолях, а оказалось, что даже высокая частота, что странно, при самой высокой раке молочной железы. Причем характер этих микроорганизмов зависит от того, какая это опухоль, HER2 негативная, HER2 позитивная или триполнегативная. Ну, трудно пока, так сказать, говорить о том, что это можно каким-то образом использовать для лечения, но сама по себе информация очень интересна и может быть в перспективе будет использована нами. Другое направление, которое мне, так сказать, очень импонирует, это попытка влиять на микроокружение. Вот эти простые, простые, так сказать, попытки изменить PH в опухоле, которые все мы знаем, что кислая среда и она, она, кислое, щелачивание этой среды, оно может каким-то образом повлиять на опухолеверост. Вот мы сделали небольшой эксперимент, используя лимфосаркома Плиса, вы знаете, что очень агрессивная, и вот показатели перфузии, красная кривая, это крысы получали перфузию физиологическим раствором, и синие получали перфузию буферным раствором. И видите, получен противоопухолевый эффект. Ну, это не означает, что надо всех больных завтра лечить содой, потому что пероральное использование соды, внутривенное использование, оно не целесообразно, потому что PH в организме чрезвычайно стойкая константа, и очень трудно изменить. А вот если речь идет о перфузии, почему нет? Вот в этом смысле, мне кажется, это интересный подход. Ну, вот этот слайд я уже показывал о том, что происходит при цитостатическом давлении и лекарственном давлении на опухоли происходит, запускаются мутационные процессы, тормозится пролиферация, и вот авторы предлагают использовать палбоциклип и рукопорид, и для того, чтобы блокировать вот эти процессы мутагенеза, блокируется МТОР, каскад, и таким образом, так сказать, получается лечебный эффект, если это комбинировать с химиотерапией, возможно, повысится эффективность. Таким образом, очевидно совершенно для меня, например, что нужно пересматривать принципы стандартной цитостатической терапии, конечно, это не касается детских опухолей, это не касается гематологических опухолей, это не касается вообще излечимых опухолей, и нужно, пришло время, искать какие-то альтернативы стандартным подходам. Ну, я вот еще хочу, так сказать, завершить портретом Михаила Лазаревича, несомненно, выдающийся человек и блестящий доктор. Спасибо. Спасибо. Спасибо.